Шесть лет института, потом еще два ординатуры, и вот они, приняв клятву Гиппократа, могут надеть белый халат и назвать себя врачами. Однако старшие коллеги предупреждают, учиться и совершенствоваться придется всю жизнь, ведь на кону жизнь человека. Мне очень хотелось, чтобы, сделав этот выбор, вы никогда о нем не пожалели, чтобы действительно те традиции, которые были заложены нашими учителями, нашими коллегами, они не только сохранялись, а они приумножались. Посвящение во врачи прошло по традиции в конференц-зале клиники. В этом году прибавление значительное – 30 человек. Из них 13 средних медицинских работников и 17 врачей-специалистов. Акушеров-гинекологов, стоматологов, офтальмологов, хирургов и травматологов. Встречали новоиспеченных коллег бурными аплодисментами. Вправить сустав без лекарств и иголок, всеми любимые врачи-травматолог. Никаких волнительных конкурсов для молодых специалистов корифеи медицины устраивать не стали. Добрые слова, поздравления, творческие номера от маленьких пациентов. Чтобы они поняли, что мы их принимаем в свою дружную семью, и чтобы трудились благотворно, на благо детей в первую очередь. Стены клиники для новых сотрудников уже знакомы. Прежде чем пройти обряд посвящения, ребятам удалось поработать здесь три месяца. За это время были сделаны определенные выводы. Коллектив очень приятливый, все готовы помочь, подсказать, очень дружные, помогают постоянно. Но найти общий язык с коллегами – это еще полдела. Главное – расположить к себе пациентов и заручиться доверием. Молодому специалисту сделать это непросто. Получилось ли? Не встречалась еще с какой-то опаской, потому что я там молодо выгляжу или как-то. Все, наоборот, думают, что молодые специалисты, они получили новые знания. Может быть, даже сравнивают, не знаю, с более старшими коллегами. Пока негативного или какого-то плохого опыта я не имею. На посвящении был представитель церкви, претерей Николай Евдокимов. Он дал молодым врачам свое благословение. Алина Логутина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.